День воскресный, день чудесный, а прямо сейчас я к вам спешу с новым увлекательным выпуском, потому что мы приехали в район Печатники, та самая вторичка, от которой некоторые люди бегут в новострой, а кто-то ее очень сильно хвалит, потому что здесь душа, здесь прошло мое детство, юношество, отрочество. И именно в этом сюжете мы пообщаемся с человеком, который умышленно покупает квартиру здесь за наличный расчет, хотя у него были все возможности купить квартиру в новостройке. Почему он это выбрал, почему он выбрал этот район и что ему здесь нравится, не нравится, мы расскажем в этом сюжете. Помойка! Помойка что сейчас? Не район, а помойка самостоящая. Точно так же пообщаемся с местными жителями, которые добавят нам красок в данный выпуск. Материал будет просто шикарный, поэтому я вам желаю приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Сергей, мне 33 года, я главный герой сегодняшнего выпуска. И я скопил на квартиру за 7 лет примерно и решил купить ее без ипотек. Выбрал я вторичку, а не новостройку, и сегодня я вам расскажу почему. Мы находимся в районе Печатники, соответственно здесь рядом метро Печатники, но конкретно вот из центра района, где мы находимся на шоссейной улице, пешком до метро примерно 20 минут. Также здесь есть МЦД-2, то есть несколько станций, это Депо, Люблино и Печатники. До Депо отсюда, от моего дома примерно 7 минут. По инфраструктуре, значит здесь есть в принципе все в шаговой доступности. Рядом есть школа, детский сад, поликлиника и детская и взрослая, причем и детскую и взрослую поликлинику ее только что как бы отремонтировали, то есть это уже новый формат поликлиник в Москве, то есть это совершенно другой уровень. Также этот район развивается, здесь недавно открыли БКЛ, то есть большую кольцевую линию, то есть здесь вот появилась станция, и в будущем еще появятся речные трамвайчики, их вот обещают, наверху Москвы запустили, скоро и у нас запустят для связанности района. Здесь есть недалеко парк Печатники, который тоже с нуля переделали, как раз когда мы покупали квартиру, старый парк закрыли и полностью его модернизировали. И в принципе большую часть времени, когда я гуляю, я провожу именно в парке, то есть либо один, либо с женой. Как правило, во дворе мы не находимся, у нас нет ребенка, соответственно, нам детская площадка не актуальна. Также этот район находится, он между МКАДом и ТТК, но над очистными сооружениями. И вот это вот главный такой косяк, про который все говорят. И в принципе, то есть когда говорят район Печатники, сразу там ассоциация, что там все плохо, потому что укоренилось все старое. То есть это соответственно, что здесь там инфекционная больница, очистные сооружения, СИЗО здесь есть, по-моему, женское, цементный завод здесь еще был. Но по факту теперь район развивается, и, например, там цементный завод, его уже сносят, и там будет новый ЖК, и еще новая ветка метро туда протянется. То есть это на Батюнинском проезде, ближе к храму. По очистным сооружениям, примерно, вот если посмотреть отзывы по тому, как идет вонь, то есть примерно до 2014 года она была, потому что дальше началась полная реконструкция, с нуля пересобирают. То есть в 2018 году основные работы завершили, и на протяжении еще трех лет постоянно обновляли. И, соответственно, сейчас как бы проблем нет. Люди же как смотрят? Они смотрят, открывают карту загрязнений там в Москве, например. Они берут как бы старый, то есть такой шаблон, то есть где там грязно, где не грязно. А есть карта, которая показывает реал-тайм загрязнения. И вот если взять конкретно печатники, именно вот центральную часть, то есть от кинотеатра Тулы до монастыря, вот где парк, и вот эта зона примерно, где мы находимся, то она и утром, и вечером находится в зеленой зоне. То есть загрязненный воздух больше идет влюблено, это через железную дорогу. И Нагатинский затон на другую сторону. Опа! А тут я. Ребята, в этом выпуске у меня для вас будут шикарные зарисовки, с первой из которых я вас познакомлю прямо сейчас. Далее мы, конечно же, отправимся к Сергею в гости, посмотрим квартиру. Все детали в выпуске будут. Про вторичку очень часто говорят, как минус, что это злые бабки. Это факт, с этим не поспоришь. В начале выпуска сидели дамы, хотел завязать диалог, но мне сразу дали понять, что я здесь чужак, и шел бы я отсюда подальше со своей камерой в избежание последствий. Что я, собственно, и сделал. Это мягко. Но потом вышла Галина Кирилловна, которая согласилась дать комментарий. Ну и, конечно же, алкаши, которым я не подходил, но кратенько о них скажу. За моей спиной подъезд. Обращаю ваше внимание, что лавочек возле подъездов нет, но раньше были. Их чуть-чуть сдвинули дальше. И вот здесь у нас знаковое место, ребята. Это то самое место в этом дворе, где собираются любители крепких напитков. Те же самые люди, которых называют алкаши. Вот две лавочки друг напротив друга. И Сергей отмечает, что именно здесь чаще всего их можно встретить. То есть, знаете, вот у них своя точечка, полюбившиеся. Абы где не садятся. По правой стороне от меня магазинчик. Идти до него 60 секунд. Вернулся, все. Тенистая местность, возле дома. Сидишь, балдеешь, кайфуешь. Здрасте. Здрасте. А можно вас спросить? Можно. Скажите, пожалуйста, вот вы здесь давно живете в этом районе? Сотдня сдавания. А какой это год получается? Семьдесят четвертый. Ну вот, смотрите, вокруг вас сейчас райончик потихонечку переделывают. Строят. Помойка. То, что строят. Помойка. Помойка что? Не район, а помойка сам настоящая. Ваш район, правильно, помойка? Да. Вы имеете в виду, что... Мы приехали, вон, знаете откуда, со Сретенки. Так. И это помойка для нас. Ну а как вы оказались здесь со Сретенки? Дома нашла, моли, вот мы... То есть, вас сюда переселили без вашего желания? Да, сломали, без нашего ведома. Мы должны в Сокольниках остаться. Для любопытства открываем карту объявлений, забиваем адрес. Да, я в переулок, именно там проживала Галина Кирилловна. И смотрим, что там нынче продается и по каким ценам. Ну вот, четырехкомнатная квартира, 69 миллионов, старенький дом. Однушка, 28 квадратов, 14 900 в девятиэтажном доме. Далее, трехкомнатная квартира, 94 квадратов с интересной планировкой в девятиэтажке за 52 миллиона. Апартаменты за 48 миллионов. Ну и еще квартира с ценой от 89 миллионов рублей. То есть, мы должны понимать, что дорогая земля. Именно поэтому вот такие цены на эту недвижимость. Элитную. Вам вот не нравится помойка в каком смысле? Смотрите, вот дома стоят. Да ни в каком. Здесь ни одного порядочного магазина нет. А порядочный магазин это какой? Пятерки, габанючие ваши. Здесь одни. Ясенево съездите, у меня дочь там живет. Хорошо? Там прекрасно. Там знаете, какие магазины? Там богатые люди. Ну вы расскажите, а хороший магазин это какой? Ваша земля, земли не видел 20 лет. А то, что лысое что-то становится? Да, земля, а скоро песок превратится. Я понял. Нет, ну вы скажите, пожалуйста, а хороший магазин это какого? Какого вам магазина не хватает? Хороший, он официальный. Пришла и все купила. Название есть у него? Вон в Ясенево съездите. Я посмотрела, знаете, сколько таких магазинов. Там есть преразбука вкуса. А здесь помойка, один хозяин. Пятерочки и перекрестки, все. Там такое, вообще там такой запах, но я не знаю. Слушайте, ну вот вопрос такой. А вот есть магазины, как вы говорите, богатые. Там азбука вкуса, богатый магазин. Но там цены на некоторые продукты там в два-три раза выше. Главное, для меня цены не еда. У меня главное, чтобы качество было. А здесь качества нет. Вы сойдите, вон пятерочка, она открылась. Она совсем другая была. А сейчас что, помойка. А вы замечания не делаете, когда вы выходите, кто-нибудь сядут, здесь пьяницы пьют, бросаются, ругаете? Пьяницы, пьяницы. Надо, чтобы милиция, милиция никуда не работает. Вон звонят люди, вот на том пятачке пьянь собирается. Ну что, кому она нужна? На каком пятачке? А, вон еще один. Следующий, да, такой же, да? Да, да. А так, не, помойка. Здесь хоть, знаете, облагородили Москва-реку. Хоть туда пойдешь посидишь. А так-то вообще... Говорят, у вас дворы так же детские меняют потихонечку там переделать. Не, ну а раньше-то мы приехали. Одна песочница, вот хочется прям вырубаться. На весь дом одна песочница. Мы один раз гуляем, врачик какая-то бежит. Горюнова юбка гуляла, Валь. А оказывается, у нее скарлатина. А полно детей. И они в этой песочнице все это сами гуляют. Одна песочница. Сейчас хоть, слава богу, детям куда есть выйти. Ну тоже, видите, хоть какой-то плюс, но вы назвали, что побольше стало. Нет, ну я хочу сказать, нет. Это не то, понимаете. Жили всю жизнь в центре. У нас дворник знал всех наш. У нас фарточек, какая-то у нее там бляшка вот эта вот. Мы все здоровались. Я участкового 40 лет не видела. Я даже не знаю, кто у нас участковый. Это как? Галина Кирилловна, ну вы мне скажите, вот смотрите, вокруг района строят новостройки. Вот эти вот цветные дома. Ну вам они нравятся вообще? Вот они-то вам нравятся? Чего у меня эти новостройки? Если проживу 5 лет, дайте, господи, чтоб я прожила 5 лет. И все. Галина Кирилловна уже 76. Завтра сегодня помолу. И чего? Мне это домостройка. Мы сюда приехали из центра. Сколько мы хотели отсюда выехать? Не выехали. Зеленоград, дальше туда. Куда бы вы отсюда хотели переехать? Вот сегодня вы живете, вот куда бы вы прям с большим удовольствием? Да, я в Переулок, где родилась. Да, я в Переулок. Да, Сретенка. Спасибо большое за ваш развернутый ответ. Кто будет спорить со следующим утверждением? Умение удерживать стабильную стоимость – важнейший аргумент при выборе удаленного подрядчика. И бухгалтерские услуги не являются исключением. И вот уже на протяжении 10 лет предпринимателям в этом успешно помогает компания Макоэксперт. Стабильность ценовых условий является одним из ключевых преимуществ первого аутсорс-конвейера Мака. А вот основатель компании Лыков Александр не понаслышке знает о всех трудностях, связанных с расходами на содержание бухгалтерского штата и о том, как тяжело руководителям сдерживать рост зарплат в период всеобщего кризиса и тотальной экономии. С момента основания Мака не повышали стоимость услуг. И 2023 год не стал и не станет исключением. А по словам Александра, они будут стоять до конца и удерживать цены на докризисном уровне. Вы должны понимать, что ни один штатный бухгалтер не сравнится с целой командой конвейера Мака, стоящей на страже вашей бухгалтерии. И они готовы прийти на помощь предпринимателям, находящимся в любой точке России. С их стороны полная материальная ответственность, круглогодичный бухгалтерский и налоговый учет. Человека независимая машина, которая без сбоев и простоев выполняет все бухгалтерские и околобухгалтерские задачи, даже сложные и нестандартные, вроде разблокировки банковских счетов и законной отсрочки от уплаты налогов. Первый в России конвейер бухгалтерских услуг не только поможет вам сократить до 80% расхода на содержание бухгалтерии, но также переведет ее на независимые рельсы, исполняя обязательства по договору, строго ориентируясь на заказчика. Из Мака вы получите в первую очередь бесплатный экспресс-аудит вашей компании, надежную команду высококвалифицированных специалистов, полную материальную ответственность, использование бесплатно современного ПО, оперативные бесплатные консультации, стабильные расходы. И все это по сверхприятной цене, которая вас точно удивит. Ссылочка на МакЭксперт уже ждет вас в описании. МакЭксперт поможет вести вам ваш бизнес честно, прозрачно, выгодно. Расскажи кратенько вообще историю переезда. Ведь я знаю, что ты не москвич, и ты жил раньше в области. Где ты жил? Я жил в городе Серпухов, это примерно 100 километров от Москвы, то есть на границе Тульской области. В принципе, город неплохой, то есть это где-то 140 тысяч населения. Жил, не тужил, так сказать, во дворе там с ребятами, играл, то есть рос, жил в обычной семье, то есть там сестра, мама, бабушка, вот, так и жили. Соответственно, там я учился, там же поступил в университет. Дальше уже, когда после университета нужно было думать, там, что делать дальше. У меня, я еще в университете сделал небольшой стартап, соцсеть для фотографов. Им занимался, соответственно. И потом уже появилась такая ситуация, что мама хотела купить квартиру в новостройке, именно в Серпухове, вот, мечта была. Там с новостройками другая история, соответственно, там они не растут как грибы, они изредка иногда что-то появляется. Ну, тут появилась нужная квартира на этапе, так сказать, стройки, вот, мама решила купить и заплатить. Соответственно, у нее денег не хватало, она взяла кредит, вот, и, соответственно, я вызвался ей еще дополнительно помочь его погасить. А так как зарплата в регионах, то есть это там где-то 30-40 тысяч, даже если ты пойдешь там, тогда удаленка не была так развита, как сейчас, да, то есть тогда еще даже программисты, ну, все ходили в офис. И в офисе там в Серпухове тебе платили программистам там 20-25 тысяч рублей могли платить. То есть в Москву ездишь в офис там за 40 тысяч рублей, а в Серпухове 25 там. Значит, 15 тысяч существенно, что ли, было? Вот, ну, то есть как бы, ну, то есть нет смысла особо там ехать, да. Не, ну, в Москве можно поискать варианты и побольше, где платят, вот. И, ну, соответственно, принял решение, что пора двигаться дальше. Изначально я смотрел Питер и Москва, то есть два города. Я съездил в Питер немного там, пожил, посмотрел, мне не понравилось. То есть мне не зашла погода, то есть как турист там прикольно, как жить не захотелось. В итоге остановился на Москве. Вот, и примерно там в то время, как раз около переезда, познакомился с девушкой, будущей женой. Познакомился с ней в Туле, вот. И, соответственно, я предложил ей переехать в Москву, так сказать. Говорю, я в любом случае поеду, буду там жить, зарабатывать. Вот, на тот момент сестра уже была замужем. И они вот по работе уехали жить в другой город. Вот, и у них осталась свободная квартира в Бирюлево, восточная Бирюлево, однушка. Вот, и нам разрешили, так сказать, на старте немного там пожить. А потом они ее будут сдавать. Вот, соответственно, сначала мы заехали и платили только коммуналку. Устроились мы за неделю, то есть буквально вот неделя, то есть на HeadCounter сели, так сказать, там, заспамили всех работодателей. Пошли отклики, соответственно, что там жена Наташа, она вот устроилась сразу. Ну, и я сходил на несколько собеседований, там, в IT это принято, что там где-то ты подходишь, не подходишь, там надо откликаться на все подряд и ходить на все подряд, неизвестно, что из этого выйдет. Вот, соответственно, тоже сразу быстренько нашел работу. Ну, и, соответственно, стали уже работать и жить. Сначала мы, вот, первый год мы были в Бирюлево. Вот, потом уже, когда стал вопрос квартиры, что там сестра хотела сдавать, вот, мы решили, что, ну, мы пожили в Бирюлево, и было неудобно оттуда ехать до метро. Потом на работу, там, вот здесь, там, до Пражской, было, терялось много времени. Вот, а стоимость там снятия, там, аренды жилья, там, что в Бирюлево, что в Чертаново, там, плюс-минус была одинаковой. Вот, соответственно, мы приняли решение, что мы сами снимем и сняли, вот, в Чертаново, там, в районе Кировоградских прудов. То есть, там тоже хорошая локация. И там так и жили. То есть, там, ну, за съем, там, 35 тысяч рублей, двушка, плюс по счетчикам. То есть, выходило где-то 38 тысяч рублей. То есть, и вот так на протяжении, где-то, там, шести лет мы жили, вот, именно там, в Чертаново, до тех пор, пока я сюда переел. Слушай, ну, здесь вот прям та самая атмосфера, которая нам и нужна. Вот она, вторичка во всей красе. О чем говорят люди? Сзади тебя идет пенсионер с сумочкой, такой, с тесемочкой. С левой стороны сидит бабушка, читает газету. Внучка бегает, играется. Запах вот такой вот, знаешь, чуть-чуть старины, откуда-то слегка доносится запах газа. То есть, что-то такое. Убрали, видимо, лавки специально, чтобы под окнами Колька не орал, обшарпанность. Вот такая история. И ты это покупаешь. Ну, почему? Ведь новострой, он же лучше, чище, красивее, современнее. Вот люди. С этим я не согласен. То есть, именно для меня важнее вот такой приземленный комфорт и уют. То есть, возможно, сказалось, что, ну, я жил в провинциальном городе, в подобной атмосфере. Вот. И меня это всегда нравилось и устраивало. То есть, мне не нравится, вот, когда высокие ЖК, такие человейники, на них приходишь, они на тебя сверху давят. То есть, при этом я обожаю небоскребы, но как деловые центры. То есть, туда приехать, там как бы погулять, походить, это все классно, там офисы. Вот. А именно вот, чтобы жить, я выбираю вот такие тихие спальные районы. То есть, чтобы все было под рукой, все хорошо. Как бы, никаких проблем. При этом ты себе, в принципе, на сегодня можешь позволить новостройку купить. Да, я, в принципе, мог бы, мы могли бы купить новостройку какую-нибудь. Но, скорее всего, конечно, в эти цены это было бы где-то ближе к МКАДу. Что-то такое, какие-нибудь пиковские дома, то есть, вот такие вот типовые. Но не хотелось. То есть, мы еще смотрели, то есть, как там отзывы, как там люди живут. То есть, нам не хотелось сталкиваться еще вот с этим шумом, что у тебя будет стройка, там, в ближайшие пять лет все будут ремонты делать. Плюс, там не построены там сады, еще что-то. То есть, вот это вот все-все, как бы, в комплексе не хотелось. Хотелось уже вот, ты заезжаешь и живешь. Вот, кстати, обратите еще внимание, вот мы выходим, да, старый фонд. Ну, это, понятное дело, на кадрах посвежее немножко, но все равно старый. На первых этажах в них нет, например, коммерции. И вот, о чем я говорю, рядом отдельно стоящее здание, двухэтажное, небольшое. Вот здесь булочки, шаурма и прочая история. Запах идет от нее. Но это отдельно стоящее здание. Соответственно, пожаловаться, что тебе там запах попадает в окно, но здесь будет сложнее, нежели чем у тебя шаурма на первом этаже в доме. А вот сейчас на кадрах вы видите интересную историю. Капитальный ремонт, как это выглядит? Ну, вот дом, да, до капитального ремонта. И вот дом справа, как раз-таки дом Сергея, который стал уже после капитального. Облагородили, подкрасили, сделали его посвежее. Конечно, капиталка это понятие спорное, но это лучше, чем ничего, согласитесь. Поэтому вот теоретически освежить райончик в силах. Мы сейчас находимся возле твоего подъезда. Вставай, пошли к тебе в гости, презентуй. Приезжаешь ты сюда с супругой смотреть квартиру. Все, что мы сейчас увидим, это ровно то, что ты купил. Ремонт ты не делал. Обратите внимание, друзья, входная группа. С правой стороны вот такая вот особенность. Клумбочка специально сделана, чтобы здесь можно было что-то посадить. Пошли. Сначала сейчас будем, друзья, с вами смотреть наша рубрика «Обзор подъезда». Так, ну, начинаю нюхать. Первый предбанник. Проходим второй. Ну, друзья, такой томный свет немножко падает. Такая мрачная атмосфера, как говорится, из фильма ужасов. Ну, давай здесь начнем с первого. Тараканы, клопы, мыши, крысы. Кто живет в вашем доме? Ну, вот мы ничего не заметили. То есть у нас в квартире не бегают тараканы. То есть крыс здесь мы тоже не видели. То есть в целом здесь довольно стабильно убираются. Примерно раз в три дня, как я заметил. То есть, да, подъезд такой, самая такая зона, которая зона отчуждения, да. То есть между внешним миром и квартирой. Мусоропровод у вас тоже нет. Мусоропровод есть, мне он не нравится, соответственно, ну, я обычно выношу мусор. А, то есть он рабочий есть? Он рабочий, он есть. Ага. И еще возле него курят, то есть как бы иногда. Опасность. Мусоропровод это тараканы, это в любом случае быть должно. Может они есть в других квартирах или там в других локациях. Ну, как бы конкретно вот в нашей квартире нет такого ничего. Так, ну вот, друзья, смотрите, радиатор. Здесь на этом радиаторе оставляют вещи, такое местная барахолка. То есть если кому-то что-то не надо, сюда просто кладут, кто-то другой забирает. Один лифт. Заказываешь карету? Поехали на лифте. На лифте поедем, на третий этаж. Тем не менее, надо почувствовать все. Минусы таких домов, что лифт один и он маленький, друзья. Вот сюда с коляской зайти будет неудобно. Итак, друзья, мы заходим в гости. Начинается самое интересное. Объясняю. Значит, вот посмотрите сейчас просто со стороны. Двухкомнатная квартира плюс балкон. Площадь 52 квадрата. Если будем брать балкон, ну, примерно 54 квадрата. Сергей покупает эту квартиру в 2022 году за наличный расчет по цене 12 миллионов 900 тысяч рублей. Фиксируем. Он заходит сюда и, собственно, заносит лишь частично мебель. Какую? Что мы сейчас расскажем. Но в целом он получает готовое решение. Тараканов, как он отмечает, никаких нету, клопов нету. Все шикарно, заезжай, живи. Что мы получаем? Встроенный шкаф, как вы можете заметить в отражении. Сергей мне сегодня помогает и он является оператором. Когда-то Серега работал на телевидении, у него есть опыт. Шкаф был сделан первыми владельцами на заказ. То есть продуманы различные системы хранения. Ну, стандартный шкаф, как в любой квартире. Пожалуйста, вы можете видеть, у людей лежат их вещи. Куртки и так далее есть. Идем дальше. Вот здесь начинаются интересные вещи. В принципе, разуться, переодеться на двоих человек. Места достаточно. Мы уходим на кухню-санузел. Вот, смотрите. Над моей головой антресоль. Антресоль. То есть там можно что-то спрятать. Первое. Нас встречает ванна. А вот здесь интересный момент. Потому что если я сейчас открою дверь, то Серега пройти не сможет. Смогу. Ага, вот так вот, смотрите. Раз, пожалуйста. Серега, заходи. Первый минус, да, в Торечке. Ну вот, у нас встречает эта ванна. В силу того, что она тут, ну, может, метр, метр двадцать. Максимум, что ты в ней можешь сделать, это полностью помыться под душем. Посидеть, поваляться не получится. Вот у меня была подобная проблема, соответственно, от которой я пытался уходить путем того, что делал полноценный ремонт. И у меня ванна сейчас большая. Но это отмечаем, ну, как минус. Потому что все-таки хочется побольше места, да, за что многие любят новострой. Ведь там, в этом плане, санузлы гораздо больше. Туалет, да, пожалуйста. Тоже по той самой старой советской технологии, когда открываешь, а где стояки, у тебя обыграны зоны для хранения. С одной стороны мелочь, с другой стороны все необходимые принадлежности, химию и прочее спрятать есть куда. Выходим. И самое главное, что обращаю внимание, как некоторые скажут, вот так правильно. Зачем соединять санузел, хотя это можно было бы здесь сделать, у тебя все по отдельности. Далее. Нас встречает кухня, которая имеет свой минус и свой плюс. Ну, первое. Минус. От этого все бегут. Вот, в новострой маленькая кухня. Ты пришел, ну, чего, готовить одному человеку нормально все под рукой. Но вот полноценной семьей, если бы, к примеру, у ребят были бы дети, там, двое, куда? Да, места здесь не хватит. Ну, вот, например, на двоих присесть. О, видишь, да? Вот это было хорошо, что я наклонился, стул достать в жопу, ударился уже в холодильник. Ну, вот так присел ты, кофейку налил, включил, а здесь день воскресный, день чудесный. И поехали. Ну, какой-то в этом уют есть. Ребята, я не пытаюсь нахваливать вторичку. Я серьезно вам говорю, я стараюсь на этом делать акцент. Все бы мы хотели, ну, наверное, все, многие из нас, квартиру 100 метров, 120, кто-то, может быть, не читает, а 150. Пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Покупайте. Но когда ты выбираешь жилье по карману, ну, вот, такой вариант получился. Один из минусов, который отмечает сам Сергей, что окна выходят на обратную сторону дома, под окнами у нас проходит дорога. Сейчас лето, все окошки открыты, и, соответственно, шум есть. Факт. Соответственно, дорога рядом, это пыль. Вот городская среда, вот это минусы, действительно. Но мы живем на третьем этаже, это гораздо лучше, чем первый и второй этаж, да? Логично. Пойдемте дальше. Таким образом, мы с вами идем, и начинаются следующие комнаты, которые уже имеют плюс. Вот обратите внимание, первая комната у предыдущих владельцев использовалась как комната детская. Комната, в принципе, большая, вы ее обыграли под спальню. Вот, это от предыдущих владельцев было сделано так вот, в девичьих, скажем, тонах. Место жены, посидеть, перед сном там можно что-то посмотреть, какие-то ужасники, ну, и, собственно, комоды. Радиаторы, как отмечает Сергей, менять он пока не стал, но, опять же, менять для того, чтобы визуально они посимпатичнее были. Так как в Москве, с точки зрения отопления, оценка, мне кажется, не 5, а 6 баллов топят так, что можно нахрен задохнуться. Идем дальше. И вот здесь начинается фишка. Фишка квартиры, на которую Сергей делает акцент. Мы заходим, и вот здесь у нас необычная планировка. По сути, здесь должен быть большой зал. Или, ребята, не зал, а гостиная, а? Ставь лайк, гостиная. Мы попадаем в гостиную зону, которая переделана под кинозону. Все мы любим вечером прийти, завалиться вот так вот на диванчик и что-нибудь посмотреть. А кто-то любит поиграть и в PlayStation. Как это делает Серега? Вот смотри, одна из его мечт. Телек за 350 тысяч? 300. За 300 тысяч. Огромный телевизор, крутой звук, PlayStation. Я думаю, так сказать, единомышленники Сергея скажут, от серы. Блин, ну дает, а? Красиво. Так при этом, чтобы спинка не затекала, еще турничок есть. Это только начало. Потому что далее мы выходим с вами на балкон, который переделан, знаете, под что? Под комнату кота. Здесь его зона. Мышки, собачки всякие. Вот он играется. Кота зовут, знаете как? Вася. Хорошее русское имя. Василий. Туалет его, в общем, все как положено. Я отмечу. Некоторые говорят, зачем заводить домашних животных? Нет абсолютно никакого запаха. Хозяйке, жене твоей. Огромное, как сказать, уважение и максимальный комплимент. Дома чисто. Это очень важно. Уверен, что убираешься не ты, а она. Поэтому ей ставим оценку 5 баллов. Ну, вот смотрите, уют. Далее мы идем в рабочий кабинет. Вот это, конечно, круто с точки зрения того, что когда у тебя, например, двухкомнатная квартира, но нет пока ребенка, вот как ты можешь эту зону обыграть. У Сереги здесь сделан полноценный кабинет. Рабочее место его, компьютер, принтер, все, что нужно. Вот смотрите, новый компьютер он себе собирает. И вот здесь, я думаю, даже неплохо будет напомнить, что если вдруг у вас сейчас ребенок закончил школу, его нужно чем-то наградить, или вы сами любите поиграть, поработать, и вам нужен крутой комп, по ссылочке в описании вы можете найти сайт moshkovpc.ru, где оставляете заявку, с вами связывается грамотный специалист и консультирует вас по всем вопросам. Хотите себе комп, у вас есть 100 тысяч рублей, 150, по факту вам расскажут, что вы можете в эти деньги позволить. Сборка под заказ, Москва, Московская область, приедем, соберем комп, настроим, чтобы он у вас уже работал. Если живете в регионе, доставка, любая, по России, куда угодно. Реально качественно, все хорошо делаем, цены адекватные. Я не скажу, что они самые низкие по рынку, но они хорошие, соответствуют, поэтому обращайтесь смело. Продолжаем. Вот это планируется продать, потому что это осталось от предыдущих владельцев. И здесь у Сергея будет висеть вот такая доска, о которой мы сейчас чуть позже еще поговорим, расскажем, что там нарисовано. Как вам? 12 900, ты заходишь, заносишь свою мебель. Сколько примерно денег ушло на все то, что ты докупил, сновья? Миллион двести. И вот плюс там телевизор, какие-то диваны, столики, дополнительные вещи, миллион двести. Итого 14 миллионов двести тысяч рублей подключатся, учетом того, что соточка ушла риэлтору. У нас был бюджет до 15 миллионов. И, соответственно, новостройки, которые нам именно нужна была уже развитая инфраструктура, чтобы мы заехали и сразу начали жить. То есть, именно, чтобы никакой стройки вокруг. То есть, все зеленое, чтобы была невысокая плотность района, чтобы не было такой загруженности людьми. Вот мы этого хотели. И новостройки сейчас, то есть, я смотрю на качество строительства, но они как-то, вот, которые эконом-класса, они, ну, разваливаются. Ну, то есть, как-то визуально это выглядит не очень. То есть, у нас есть знакомые, которые покупали там в относительных новостройках. То есть, там стены тонкие, то есть, как-то, ну, все не то. То есть, и плюс, постоянно идет вокруг ремонт, долбежка, там, что-то вырубается, там, ты не можешь провайдера провести, какого хочешь, там, вот эти все моменты. А здесь уже все обжитое. Плюс, я хочу заметить, что в моем доме конкретно сделали капитальный ремонт. То есть, в нем заменены коммуникации его, то есть, облагородили весь. И также заменены все внутри трубы, то есть, стояки и все это. То есть, по сути, как в новостройке. То есть, но при этом дом находится, как бы, уже в обжитом районе. Вот парковок здесь, подземных паркингов, не предусмотрено, в силу того, что старое. Поэтому люди ставят машины на улице. Какая ситуация? Вот у тебя машины нет, но, тем не менее, ты же здесь ходишь, смотришь. Как с парковочными местами? Я наблюдаю, и, в принципе, проблем нет. То есть, даже вечером всегда находятся какие-то места, и как-то все размещаются спокойно. То есть, из-за того, что здесь, ну, видимо, не такие высокие дома, не такая плотность, прямо, чтобы это все загрузить. То есть, паркинга хватает. Мы с вами сейчас отправимся в парк, пройдемся через райончик, чтобы вас можно было погрузить в эту атмосферу. Вторичка – печатники. Посмотрите по сторонам, сделаете выводы. Выходишь ты с супругой, говоришь, ну, пойдем воздухом подышим, прогуляемся. И вот так по дорожке вы отправляетесь в парк. Да, мы идем в парк. То есть, здесь примерно 5 минут идти, сквозь дома проходишь и выходишь в парк. Ну, давай, убеги, пойдем. Крыс не встречаешь? Нет. Друзья, ну, от обратите внимания, вот что значит, да, вторичка. Вот она, прямо во всей красе. Ты выходишь, у тебя очень много зелени, многие это любят. Но я вам так скажу, вспоминая жизнь на втором этаже, когда у тебя под окнами все вот эти деревья солнца, ты видишь один час зимой, когда ясная погода. Потому что летом все эти лиси все перекрывают. Ты живешь как в темнице. А вот этажом выше это уже хорошо. Вышел на балкончик, под окнами все зелененькое. Ну, смотрите, оценивайте. С левой стороны огорожена эта школа. Вот они, те самые муравьиные тропы, которые нужно обыгрывать и делать сразу, знаешь, дорожку. Мы же тоже по ней пойдем? Да. По муравьиной тропе. Все, вперед. Ну, вот хочу заметить, в парке была одна такая тропа, и ее как раз переделали в асфальт. То есть это вот плюс Москвы. То есть если люди замечают, что-то там сказали, сразу пришли, сделали новую дорогу. То есть без вопросов. Обратите внимание, что на самом деле так-то чистенько в целом. Если особенно еще люди сами не будут сбрасывать под окна себе мусор, то вот такая картина всегда будет. Тот вот посадил цветочки, кусты какие-то. Вход, конечно, как мы скажем, чмошный, старый. Ну, вот, собственно, вторичный фонд. Элементы того, от чего частенько люди убегают. Здесь лежит бутылочка пивка. Тут у нас лежит бутылочка водочки. Пачка сигарет, понятая. По-честному показываю. Прилегающая территория. То есть бесплатный, судя по всему, паркинг. Люди ставят машины, выходят и начинается. Разбрасывают все подряд. Остатки от еды, бутылки пива, те же самые пустые. И салфетки, и всякая погонь, которая есть, все побросали и поехали. А уберет кто-то. Вон, кто-то напился, смотрите, целый пакет алкоголя. Посбрасывал, и все. То есть, вот опять же вопрос, кому, кто за это ответственный. С одной стороны, можно сказать, плохо убираются. А с другой стороны, бить палкой по жопе тех, кто это все дело разбрасывает и не убирает за собой. Вот еще обратите внимание, сейчас я ввожу вам время на экран и дату съемки. Вот мы снимаем. Люди разъехались, видимо, кто на работу, кто еще куда. Какое количество свободных мест есть с точки зрения того, что в таких районах живут кто? Бабушки. А бабушкам машины нафиг не нужны. Таким образом, мест реально становится больше. И вот вы можете прекрасно видеть, что приехав, есть как минимум где запарковаться. Не знаю, можно отметить, что, например, те, кто продали нам квартиру, они переехали в соседний дом. В трешку просто, да? Ну, да, у них пополнение в семье, они расширялись, соответственно, они взяли квартиру побольше. Вот, зацените еще, да, вот я вам так кратенько покажу. Детский сад весь в зелени. По площади он реально большой. С точки зрения прогулочной зоны. Что дети выходят, и все эти группы можно распределить. Мелких в одну сторону, кто постарше в другую. Вот мы, например, были последний раз в ЖК. Там детский сад есть во дворе, да, здорово, он работает. Но в силу того, что плотность большая, детей полно в одной группе там по 40-50 человек. А территория сама маленькая. Деревья есть, но они еще низенькие. А здесь, ты глянь, здесь действительно твой ребенок прям находится на природе. Что скажете, а? Хрень или круто? Жду ваше мнение в комментариях. Я прекрасно понимаю, что среди зрителей далеко не все вообще бывали в Москве даже проездом, туризмом. Я стараюсь погрузить вас в эту атмосферу. Вот он, типичный спальный райончик, где по московским меркам доступное жилье на вторичке. Где, собственно, можно себе что-то купить, проживая здесь. Подчеркиваю, цены это все спорно. Это все очень спорно. Даже здесь это дорого. Ну, как это выглядит? Вот они, советские постройки. Огромное количество пенсионеров. Вот буквально в прошлое воскресенье мы с вами были в современном ЖК, в Возлемка. Где пенсионеров практически не видно. Они есть, но их очень мало. Здесь же вся вот эта история. Ты идешь, это соответствующий такой характерный запах старины. Откуда какие-то крики алкашей. Кто-то идет, трясется. Как таковой движухи, так называемой, знаете, московской, которую можно ощутить внутри садового кольца. Своеобразный такой шарм. Здесь этого нет. Здесь такая тихая, размеренная жизнь. Я сказал Сергею, ну своди, куда вы здесь ходите отдыхать. Мы идем с ним в парк, где мы встретили местных жителей. Вот там вот интересные диалоги были, поэтому послушайте. А так, ну, откровенно говоря, старье. Кто там говорит то, что я не объективен, что я хаю новострой и нахваливаю вторичку. По факту везде есть свои плюсы, свои минусы. Что для вас больше плюс, что для вас больше минус, тут уже думайте, решайте сами. Семь минут пешочком от подъезда мы попадаем в парк. Ну, расскажи, что вообще на территории парка есть с точки зрения того, что ты здесь частенько гуляешь и знаешь. Парк в целом недавно реконструировали. То есть, был старый парк здесь. Его полностью закрыли и полностью переделывали. Соответственно, здесь появилась практически вся инфраструктура для отдыха, как активного, так и пассивного. То есть, поставили лежаки, сделали площадки для воркаута, сделали детские площадки в разных местах, понаставили качели. Также в парке есть, там, где занимаются велокроссом или мотокроссом. То есть, видно, на горках катаются люди. И дальше также есть причал, куда тоже приходят корабли. И, в принципе, вот так. Ну, прогулочная зона, то есть, есть столы под шахматы. Зона для выгула собак есть? Есть зона для выгула собак, огороженная в конце парка. И также есть еще зона для шашлыков, но она чуть дальше за плотиной. Чем меня всегда удивляла Москва, что здесь всегда найдутся какие-то необычные услуги. Так, например, по правую руку от меня есть такой, так называемый, док-центр, собачий центр, где вам предложат услугу, например, вашего питомца, пса, купать в бассейне. Ну, как вам? Прикиньте, просто, то есть, можно отводить собаку, и с ней будут заниматься, где она плавает в бассейне. Как вам? Ну, редкость такие, знаете, необычные услуги. Также хотел сказать вот про набережную. Просто многие пишут про забор. Вот этот вот новый забор, который вот вы видите, его как бы местные хейтят. То есть, потому что раньше здесь был забор довольно уникальный, кирпичный. Это была как фишка района. И когда начали модернизировать парк, как бы встал вопрос, уберут его или нет. В итоге его полностью снесли, как бы и многие жители недовольны. Был забор, он действительно был такой ламповый, очень такой стильный. То есть, вот это многим как бы не понравилось, то, что поставили вот такой вот сквозной какой-то новый. Он, конечно, современный, то есть, я такие видел. То есть, это примерно как в Дубае ставят такие же вот. Длинную историю сделать короткой. Ролик вообще вышел примерно на 1 час 45 минут. Поэтому я ценю ваше время и стараюсь вырезать, как мне кажется, лишние моменты. Так, например, стоя на этой набережной, Сергей нам рассказывает, что вообще окружает район, какие у него будут перспективы, что обещают там построить 2030 году, что рядом строится первый бизнес-класс, что в дальнейшем там появится некий строение типа а-ля там Москва-Сити, где будут бизнес-центры и так далее. То есть, район ждут перспективы. Но здесь интереснее. Когда мы снимаем, я обращаю внимание, что многие прохожие хоть-таки присматриваются, прислушиваются. Опять же, взрослые прохожие. Проходили несколько женщин. Я думаю, надо спросить, так сказать, коренных жителей района, что они о нем думают. Подходил к взрослым людям, как правило, все не-не-не, нахрен, на камеру ничего говорить не буду. Зато за камерой опрокидываются примерно вот такие фразы. Это отмыли, тут украли, при этом сказать... Отмыли это 100%. Вы готовы сказать об этом? Посмотрите, мы пришли снимать... Да, хорошо. Что пришли снимать? Мы пришли снимать, сравниваем жилье, вторичка, новостройка. Вот человек покупает квартиру один в новостройке, другой покупает на вторичке. И какая у него идет рядом инфраструктура? Мы выходим в парк, смотрим, у вас здесь есть набережная, у вас здесь есть различные прогулочные зоны. Вот это называется экотропа. Смысл которой, ну вы слышали, вот это. Вот это. Экотропа это не эта тропа. Аж такая была. И падают, и что такое. А кто падает? А зимой она обледенела. Лично я видел. Так она для лета сделана, не для зимы. Так, а как пройти сюда? Не, ну это... Вот как мне кажется, начинаются интересные моменты. Вот о реалии жизни. Смотрите, люди живут в Москве, рядом с ними большой зеленый парк. Администрация решает парк сделать, как ей кажется, еще лучше. Приходят, ломают старый забор, ставят современный, ставят освещение. Жители в большинстве говорят, хрень, не нравится. Раньше было лучше. Второй момент. Решили сделать некие новшества, так называемые экотропы. Вот люди говорят, зачем нам это нужно? Аккуратненько прохожу, здесь новое посаждение. То есть, как я понял, смысл следующий. Вот идет трава. Таким образом, когда вы здесь гуляете, вы не топчете корни. То есть, она должна прорасти, и такой у тебя получается некий ландшафт красивый, ковер зеленый. Ты сел на качели, ну детские качели, качаешься. Задумка, как говорится, хорошая. Ну, по крайней мере, мне кажется. Но, как говорят местные жители, кто гуляет, хрень полная. Люди падают. Опять же, ну, если пойти здесь прогуливаться на каблуках, ну, естественно, женщины все провалятся. Сама по себе вот эта штука местами пружинит, отваливается, где-то местами их подварят. Короче, идея хорошая, но реализована не до конца. Как правило, ну, как вообще мне кажется, в целом, это, знаете, идея там для администрации парка. Надо ставить на каждом входе табличку, где будет кратко расписано, что это такое, для чего это нужно. Показать, как это выглядит, когда этим пользоваться не нужно. Потому что люди говорят, вот мы зимой сюда пришли, а она обледенела все. Упасть можно, и многие падают. Ну, как мне кажется, зимой по ней ходить не нужно. Но вот что вы думаете, вот, пожалуйста, стараются сделать новшество, современный забор, современные благоустройства. Но вот люди, по крайней мере, взрослого возраста, не совсем это у нас рады. Ну, попробуем кого-нибудь еще из молодежи встретить и спросить, что они по этому поводу думают. Знакомьтесь, прекрасная девушка Ксения. Ксень, ну, скажи, пожалуйста, вот вы здесь давно живете, вы сейчас гуляете с ребенком. Вам вообще как? Вот изменение того же самого парка. В лучшую сторону, в худшую, забор, новая площадка, вот эта вот зеленая зона прогулочная. Как? Ну, поначалу, если по-честному, было как-то тяжело принять новое. И, скорее, наверное, не нравилось. Но сейчас, по прошествии времени, как-то привыкаешь, что ли, ко всему. Вот, и уже кажется, что все хорошо. Вы живете на вторичке. Вы знаете прекрасно, сейчас строят новостройки. Вот у нас на канале спор идет, что лучше вторичка, новостройка. Вы бы хотели переехать в новострой современный? Я не говорю про бизнес-класс, а вот комфорт-класс. С комфорта, так называемого, на комфорт. Ну, да, наверное. То есть желание есть вот куда-нибудь в новый ЖК, там вот различные застройки идут, видите, да, цветные дома? Ну, не знаю, сложно сказать. Надо все анализировать, сравнивать, как бы, что там будет, что там лучше, что хуже. То есть я никогда не говорю прямо конкретно, да. То есть мне кажется, нужно провести сначала какой-то анализ, а потом уже принимать решение. В целом жизнь вот в этом районе нормально или плохо? Вот больше в какую сторону смотрите? В негативную или в позитивную с точки просто жизни? Магазины, садики, школы? Ну, в целом я считаю, что в больше позитивную сторону я вот уже лет 15 здесь живу. И у нас, ну, там были проблемы с очистными, то есть запах был какой-то, да. Сейчас, мне кажется, все-таки становится лучше, становится, да, как-то чище. Вот, то, что меняется все, там цементный элеватор убрали. А в детские сады, вот, например, ребенок пойдет, проблемы с очередями есть? Проблем с очередями нет, но в детских садах, на мой взгляд, группы просто очень сильно переполнены. А сколько человек в группе? Ну, вот в нашей группе 28 человек. А в новостройках по 40-50? Ну, я считаю, что это очень много. На самом деле, даже вот для, там, моего двух-трехлетнего ребенка, да, 28 человек и ходит, ну, много на самом деле. Это, ну, действительно тяжело, когда это малыши, там все вместе, им там тяжело находиться, вот. А в этом году, я не знаю, может, еще добавят дальше. Вы живете здесь всю жизнь? 35 лет в печатниках. А вам на сегодняшний день сколько лет? 63. Вот мы ходим по парку, гуляем, у вас здесь рядышком есть вот такая конструкция в виде железки, которая называется экотропа. Мы начали про нее говорить, проходящие люди вашего возраста, все говорят, да это хрень, отмыли денег, нам это не надо, зачем нам сделали? Да, согласен. Вот вы нам, как житель района, скажите плюсы и минусы, которые вы в нем видите на сегодня, что поменялось, что стало лучше, что стало хуже. Можете рассказать? Лучше ничего, я вот не вижу лучше. То есть парк, то, что облагораживает, все плохо. Немножко облагородили, немножко там. Говорят, детские площадки появились. Нет, были детские, я хотел сказать, были детские площадки, на детской площадке такой корабль стоял, а сейчас какие-то кружочки, палочки, деревяшечки. Вы себя вспомните в детстве на корабле поиграть, когда вы маленькие были. Штурвальчик покрутить, а сейчас что там, блин, херло. Так, следующее. Потом, что это за тропа, кому она нужна, что-то такое. Вообще по ней ходите неудобно. Она же ломается, ее периодически подваривают. Ага. Особенно, если крупный человек пройдет. Так, второй минус, третий. Третий минус. Велосипедные дорожки, вон там, зачем вывели сюда? Что, нельзя было сделать круг велосипедный? Ну, может быть, чтобы люди катались? Не надо, здесь ходят дети маленькие. Они что, прям, будут тебе соблюдать дорожку эту велосипедную? Велосипедная дорожка отдельно должна сделана. Половина сделали, половина выводят. А вот забор рассказывают, что раньше у вас ходят. Забор был красивый, сейчас странно не красиво. Забор был хороший, красивый, его зачем-то поменяли. Отличный был забор. Что такое сделать? Ну, тоже хороший забор, а зачем было менять его? Ну, хотели, наверное, посовременнее сделать, но не получилось. Зачем? Ну, не знаю, спрошу вас. Деньги можно куда-нибудь еще вложить было. Знакомьтесь, друзья, Рашид, зритель нашего канала. У тебя есть школа вольной борьбы, и сам ты борец, правильно? Так точно. Опа! Ай, спасибо. Попался, знаешь, не ожидал. Самая главная тактика, правильно? При нападении это неожиданный бросок кобры. Рашид, ну, расскажи мне, пожалуйста, я знаю, что у тебя здесь трешечка, и которую ты купил мне в ипотеку. Заработал, жена, двое детей, верно? Заработал, знаю. А здесь рядом вышел 4 минуты, и уже ты в парке находишься. Тем более я здесь как бы работаю. А я до этого жил на Крылатском. Я когда сюда приехал, я, честно говоря, ну, не очень душа лежала. И когда я начал здесь жить, когда еще обновили парк, честно говоря, цены нету этому району. Ну, вот смотри, некоторые люди у вас здесь жалуются. Говорят, блин, вот раньше площадки были лучше. Корабль здесь стоял. Ну, опять, подчеркиваю, пенсионеры, говорят, взрослые, вот твоим детям как? У тебя один ребенок в сад входит? То есть он приходит, ему вообще как нравится? Ну, у меня вот двое детей, как бы, они вот раньше, ну, честно говоря, условия не такие были. Одна площадка была, она, конечно, была хорошая и современная. А сейчас везде площадки, везде свободно, дети не плачут, не за место там не борются, вот, ну, не жалуются. Короче, всем на все хватает. Да, всем на все хватает, как бы. Мне, вот, честно, нравится. Единственное, что я могу подчеркнуть в этом парке в целом, да, что мне не нравится, ну, не сказать, что не нравится, ну, небезопасно, это вот эти заборы. Вот, ну, ребенок может пополезть? Ребенок, ну, по крайней мере, мой ребенок двухлетний, ну, безопасно, небезопасно в каком плане. Если не следить за ребенком, он может, как бы, упасть туда, провалиться, не дай бог. Ну, а если там уже 4 года, 5 лет, конечно, самостоятельный ребенок, вряд ли он туда будет лезть. Ну, вот это вот единственное, как бы, небезопасно. А так, в целом, как бы, все современно, все красиво, прям, все культурно. Вот, я когда тренировал в прошлом году, это же год, как получается, да, открыли парк. В прошлом году я тренировал своих ребят. Здесь, как бы, не было, ну, таких условий с турниками, там, брусья, там, потренироваться, пробежку делать. В этом году я сюда заехал со своими ребятами, и вот у меня здесь прям вышел со спортзала, здесь и пробежки, здесь и турники, здесь и волейбол, здесь и футбольные площадки. Короче, для здорового образа жизни вообще? Абсолютно все есть здесь, не то, что для здорового, да, ну, абсолютно, как бы, все условия для повседневной жизни, можно сказать. Вот, пожалуйста, возьмем вот. Я понял. Рашид, а ты мне объясни, вот у тебя машина есть? Пока нет. Ну, смотрите, какие плюсы вы видите? Вот что-то изменилось вот за 30 лет, какой был раньше парк? Нет, ну, парк, хоть парк, минус потом, все-таки должны ходить какие-то эти, охранники все-таки. Охранников нет? Более-менее. Замечания там делать некоторым. Вот вы мне скажите, давайте мусор убирать, а вот как правильно быть, если, допустим, мусор убирать, за кем? То есть я иду, я здесь швыряю мусор, а за мной кто-то должен его убирать или нет? Вот такие маленькие мусорки, из них потом в понедельник все вываливается. Есть, когда люди с удовольствием бы, может, мусор выкинули, но там вываливается все. Должна быть какая-то организация, утром, да, служба же есть у парка, да, которая соблюдает чистоту, утром, во сколько они начинают объезд территории и мусор это собирать. В телевизоре показывают, там, цветы высаживают. Ни одного цветочка не высаживают. Вот когда было до реконструкции парка, было очень красиво. Придешь, прям цветы высажены. А, вон там, где камень, скажи. Везде было, а сейчас вообще... Насыпали каких-то... Хорошо, смотрите, я вашу позицию понял, услышал. Последний вопрос вам. Вы бы хотели переехать из вашего района, с ваших домов, да, вот старых, которые называют старые, в новостройку? Вот новые современные комплексы строят, там, различные застройщики. Вот к ним бы поехали жить бы? Нет, ну, если там у них есть территории красивые, да, зеленые, потом, во-первых, мы пенсионеры... Да нам устраивают здесь. Нет, ну, вот вас переселять начнут, ваш дом ломают, вас перевозят, как вот это, ревноваться, слышишь про него? Там пятиэтажки не могут сломать, у нас здесь три пятиэтажки всего. Вы хотели бы или вы не хотели бы? Хотели бы, но нам как-то и здесь хорошо. Смотря какие условия будут предлагать, куда переезжать. То есть, ну, в целом рассматриваем, правильно, вариант? Ну, а вообще-то нам район не нравится. В целом не рассматриваем. Если внутри нашего района... Ну, вот, видите, да, сейчас вот сзади вас строят, вот сзади меня, там новые дома вот растут, такие цветные. Не, ну, там красивые будут этот самый. Да что вы к нам? Вот пятиэтажки снесите, три несчастных пятиэтажки. Мы вообще, чтобы вы понимали, мы ничего не сносим. Мы только спрашиваем. Сколько пятиэтажек? Не, ну, если бы да, то рассматривать такой вариант. Категорично не могу сказать. Просто смотря, что будет предлагаться. Короче, нужно получить предложение, а дальше уже будет... Конечно, ну, да. А то, говорят, были сначала большие квартиры в реновации, а сейчас начинают их... Да. Уфиниш, финиш. Все, последний вопрос. И нажимаю стоп. В целом, жизнь здесь нравится или не нравится? В целом нравится. Да, тем более, что у нас такая транспортная доступность. Мы же рядом железная дорога, МЦД, у нас есть возможность МЦК пересесть, да? БКЛ теперь. Рядом метро, а потом сейчас вот запустят еще речни. Нет, вот... В целом, конечно. Впечатник у нас такой очень... Ну, а вы нам, честно, скажите, вот у вас здесь неподалеку есть Курьяновские очистные сооружения. Говорят, то, что их все там убирают, современность делают... До нас не доносят. Воню не доходит. В этом году я даже еще пока не слышал. О прошлом. В прошлом был запашок, вот сейчас пока еще, не знаю, может, зависит от ветров, от погоды, но сейчас не слышно. Как-то нет, это вообще не напрягает. Я понял. Все, вам спасибо большое. И вам спасибо большое. Да, удачи. Бывает, очень часто жалуются, что в таких районах, да, на вторичке, алкаши, наркоманы, какие-то, ну, вот, маргиналы. Ты как скажешь, что по этому поводу? Ну, насчет алкашей, я вот выхожу на улицу, бывает на детской площадке, там, ну, алкаши собираются, да? Подошел, просто сказал им... Ну, удушающе. Нет? Без этого? Нет. У нас другие методы. У нас пальцем погрозили. Либо проход в ногу, чтобы безопасно было. Потянул, чтобы сопил дольше. Не-не, я этот, бывает, замечания делаю, их разгоняю. А так, да, честно говоря, их хватает здесь. Подбешиваю. Намного хватает, да. Я думал, честно говоря, что в парке их будет много, что дети будут пугаться. Ну, в парке, кстати, я... Короче, не хотят идти никуда, они прям выстрелы. Да, не увидел, да, да, да. Далеко не ходим. Нет, с ними проблем нет. Короче, в целом, вот давай такой вопрос. Есть мысль в голове, там, поработать, подкопить, продать здесь трешку и в новостройку? Я только неделю назад сюда заехал. И мне кажется, тем более, эта квадратура такая позволяет мне остаться надолго. И, честно скажу, вообще даже в мыслях нету там. Вот здесь у нас новостройка будет, на Южно-Портовой, да. Я даже рассматривать его не буду, потому что все здесь рядом, все как бы устраивает. Там, тем более, дорога есть новостройка, да. А здесь никакой дороги. Здесь потише, да. Здесь очень тихий, спокойный район. Мне вот, честно, лично по душе. Очень по душе, как бы. Рашид, тебе огромное спасибо. Вам спасибо. Тебе в качестве благодарности 30 секунд. Время пошло. Что тебе за школа рассказывает? А, у меня школа вольной борьбы. В инстаграме называется Борьба МОЗ. Подписывайтесь, пишите. Приходите, записывайтесь, занимайтесь. Как бы, я являюсь мастером спорта по вольной борьбе. Вот. У меня опыт более пяти лет. Я и взрослых тренируюсь. Четырех лет, как бы, без ограничений, все возрастаю. Все, кто от Машкова, скидка? Да, скидка. Промокод Машков. Да, Машков. 10% скидка будет на месяц, на два месяца. Товарищи предприниматели, информация для вас. Ваш бизнес масштабируется, и у вас встают новые задачи. Как, видите, контролировать работу всех сотрудников, даже тех, которые находятся вне офиса. А уже многим на помощь пришла IP-телефония для бизнеса ЮИС. Данный сервис показывает всю статистику внутри компании по звонкам. Будь этот сотрудник курьер с мобильным телефоном в подземке, или удаленщик, который как раз таки работает вне офиса. Все звонки между сотрудниками бесплатны, а разговоры записываются. И это помогает не только понять, как обслуживаются клиенты, но и передать опыт успешных менеджеров другим сотрудникам. Ну и так называемая вишенка на торте. Вся статистика и работа сотрудников видна онлайн в едином окне, что помогает собственнику и его руководителям держать все под контролем. Добавим к этому демократичные цены и звание народного лидера в сегменте по мнению рейтинга Яндекс. И получим то самое идеальное соотношение цена-качество. Рекомендую подключиться и попробовать все на себе. Ссылочку оставляю в описании, по которой вы сможете получить один месяц бесплатного обслуживания. ЮИС IP-телефония для бизнеса. Пользуйтесь на здоровье. Ты какие районы еще рассматривал для жизни? Изначально мы жили в Бирюлево, затем 6 лет жили в Чертаново, в Южном. И нам там в принципе тоже очень нравилось. И за эти 6 лет мы успели погулять по Москве, посмотреть что где. И нам в принципе нравились основные районы, которые мы рассматривали. Это Чертаново, северное и южное. И где Борисовские пруды. То есть это Борисово и там где-то в округе. То есть рядом с этим парком. То есть нам нужна была именно вся инфраструктура и зеленые зоны. То есть это основное, что мы рассматривали. Еще мы рассматривали на юге, потому что нам нужен МЦД-2 для того, чтобы добираться к родственникам домой. То есть там Серпухов, Тула. То есть это соответственно нам нужно добираться на электричке. И мы выбирали в этих районах. Изначально искали. Было как? То есть у нас было два варианта. То есть первый вариант. Мы берем полностью убитую какую-нибудь квартиру и вбухиваем в ремонт. И второй вариант мы берем уже сразу с ремонтом. И чуть-чуть там мелкие доделки. Вот в рамках этого как бы мы и искали. То есть изначально в принципе печатники мы не рассматривали. Это получилось случайно. То есть однажды просто просыпаемся. Жена говорит, мне приснилось, мы живем в печатниках. Я такой, ну ладно, зайду на ЦИАН, посмотрю, что там. Открываю ЦИАН, посмотрю, квартира с ремонтом. И вроде все хорошо. Я такой, сразу звоню, показываю жене. Говорю, нормально, нормально. Ну давай поехали посмотрим. Вот. Приехали и купили. То есть это единственная квартира, которую мы живую смотрели. Все остальное только по фоткам. Но она там сразу нам понравилась. И как бы полностью подошла нам. Поэтому мы решили не тормозить. Потому что там рыночная цена. Соответственно, покупатели сто пудов на нее бы были. То есть мы решили не медлить. Жаришка на улице. Водочки, стакан. Хорошо. Серега, ну давай поговорим теперь о цифрах. Почему ты принял решение в 2015 году, что ты не будешь брать никакие ипотеки. Ты будешь копить деньги до тех пор, пока ты не скупишь необходимую сумму на покупку автомобиля. Автомобиль, квартиры. Тут вопрос больше заключается в моей психологии. То есть я такой человек ответственный. И меня долги в принципе блокируют. То есть я не могу нормально существовать и двигаться, когда я кому-то должен. Я не хотел, соответственно, попадать в такое вот рабство и от кого-то зависеть. Потому что я не знаю, что там будет через 5-10 лет. Обратно говоря, если ты берешь ипотеку, неизвестно, что там будет. Смогу ли я это, так сказать, гарантированно все оплатить. То есть никаких гарантий я дать себе не могу и жене тоже. Соответственно, нет гарантий. Ну, я не буду предпринимать таких решений. Поэтому я принял более сложное решение. То есть потому что сложнее все-таки взять и с нуля вот так вот постепенно накопить деньги. То есть это довольно сложный процесс. Особенно, когда цены меняются. То есть нужно успевать и за инфляцией, и за ценами, и за всем подряд. Но это еще и мотивация. То есть для того, чтобы больше двигаться, больше зарабатывать. Ну, рассказывай, Серега, что тут у тебя за рабочее место? Кем ты работаешь? Что ты делаешь так кратенько и простым языком, чтобы людям было понятно? Ну, в целом я сеньор-разработчик. То есть если так, вот это мой основной профиль, можно сказать. Но, в принципе, IT-продукты я с нуля разрабатывал уже давно. То есть еще с универских времен делал, так сказать, свои небольшие стартапы. И, соответственно, так и продолжал. То есть работал то фриланс, то как бы на дядю. Соответственно, так вот все чередовалось. Ну, и попутно увлекался финансовыми всеми историями. То есть и читал различную литературу. То есть на тему, как именно скопить капитал, как приумножать деньги. Вот это все изучал. Ну, давай, у тебя ящик есть, на который ты частенько делаешь акцент, что вот читал я книги. Вот самое, которое мне больше всех понравилось и дало, так сказать, толчок, именно называется квадрант денежного потока. То есть вот именно это. То есть там самая такая простая истина написана. То есть многие хвалят там «Богатый и бедный папа» вот эту книжку, но мне она как бы меньше понравилась. Это гораздо лучше именно мне зашло. Потом, соответственно, дальше, ну, я читаю подобные вот книги. То есть там человек, который разгадал рынок, там рыночные циклы. То есть все, что связано именно вот с инвестициями, с акциями. Авторы российские или все зарубежные? Ну, в основном зарубежные. Потому что в России не была развита в прошлом так хорошо вся эта история. У нас вот, можно сказать, только там в десятых годах что-то появилось, такое более-менее. И, соответственно, вот книжки читал, смотрел YouTube, литературу. Вот все это, как бы все бесплатно. То есть я не проходил никакие курсы там, ничего. Это все искал, информация вся в доступе есть. И вот там Насима Талеба, там «Черный лебедь», «Антихрупкость». То есть вот такого. Ну и техническая литература там про именно про биткоин, про то, как это все работает. Потому что именно изнутри, как техналь, изучал все это. Та самая доска. Вот, друзья, посмотрите, как люди размышляют и какой у них подход, когда они что-либо покупают. Расскажи, пожалуйста, что мы сейчас видим, что здесь вообще? Это значит, ну, моя рабочая доска. Мы ее использовали, когда мы уже купили квартиру и поняли, какая планировка. Нам надо было рассчитать, что где поставить и что примерно как стоит. И, соответственно, мы нарисовали просто схему, расположили, что где. В принципе, оно, как мы нарисовали, примерно так же оно сейчас и находится. И расписали, то есть там примерная стоимость всего и вся. То есть суммарно там получилось 540. То есть плюс-минус в эти деньги как бы оно и вышло. А ты говорил миллион двести? Миллион двести, сюда не вошло техника. То есть телевизор, саундбар, приставка, это тоже я все покупал. Соответственно, она как бы дает половину стоимости. То есть, в принципе, на это можно сэкономить. Если кому-то это не надо, то можно было заехать и, грубо говоря, на 500 тысяч сюда вставить всякие разные мебели и все, и жить спокойно. Ну, так как это вторичка, после того, как мы въехали, я все купил, соответственно, все поставил и установил, мы решили застраховать квартиру. Потому что мы точно не знаем, какие здесь могут быть соседи, то есть что здесь происходит вообще, как это. Вот, поэтому мы застраховали квартиру от потопов, пожаров, чтобы если там что-то такие случаи, то есть на сумму как раз всех этих вот вложений, что мы сделали, мы застраховали. Цена вопроса? Примерно 10 тысяч рублей за год. Соответственно, там 5-летний контракт, там где-то сумма покрытия вообще до 3 миллионов, ну там по разным сущностям. Вот ответь на вопрос, чтенник спрашивает, вот, понимаете, вы молодежь, заезжаете, но это же вторичка, по этому полу кто-то ходил, кто-то до вас здесь жил, ремонт делался под себя, а ты приходишь и как бы, ну, такое слово здесь, донашиваешь. Что скажешь? Ну, здесь, мне кажется, дело каждого больше. Ну, и тут, если надо смотреть, то есть, если бы тут был какой-нибудь бабушкин ремонт, реально, то есть, ну, естественно, мне бы там не понравилось. А здесь жили приятные люди, все сделали для себя, все хорошо. Да, немножко там стиль другой, ну, у них вкус другой, соответственно, они под себя сделали. Ну, ничего страшного, как бы. Вот всегда интересно людям узнать, ну, денюжка, вот с какой суммы ты начинал вообще первую твою зарплату вот в этих разработках и до какой зарплаты ты вышел? Если нельзя говорить, ты нам хотя бы озвучишь так. Ну, порядок цифр. То есть, начинал я, можно сказать, со школы, то есть, практически бесплатно нарабатывать опыт. Первая зарплата, которой именно вот я как программист устроился в Москве, это еще было во времена университета где-то в десятых годах, это было 35 тысяч рублей. То есть, я мотался в Москву 5-2 из Серпухова, то есть, и работал вот программистом. Мне был нужен именно опыт, то есть, мне было неважно, там, сколько мне платят, ну, то есть, примерно платят, и ладно. Вот. И дальше, как бы, по нарастающей, то есть, когда я уже переезжал в Москву, уже зарплата была на уровне где-то 100-120 тысяч, то есть, на таком уровне. Вот. А потом уже начало расти, потому что бум IT начался, вот, и начало расти. И в итоге, ну, как бы, обычная зарплата сеньора-заработчика, там, по моему профилю, примерно, там, в районе 300 тысяч. Ну, а зарабатывают 500 тысяч, реально вообще? Реально, но это отдельные места, и это если там премии, какие-то еще чего-то, то есть, ну, именно вот 500 тысяч, а то если ты уже прям совсем, там, директор, там, подразделение, что-то такое, то есть, это может быть. Но именно там в рынке, как разработчик, сеньор, то это там 300-350 тысяч, вот так вот. Вот из этой комнаты можно поднимать? Можно, да. Консьержи у вас нет, как говорится, заходи, кто хочешь. Видеонаблюдение нету? Оно есть на домофоне. Ну, понял. 52 квадрата. Сколько ты платишь в месяц коммуналку? Основной платеж приходит 5000 рублей, и остальное это счетчики, интернет. То есть, в среднем выходит где-то за воду 2000, за свет 1000. Того 8 тысяч. И за интернет еще 1000 примерно, потому что у меня там максимальный тариф, соответственно, для работы надо. Как считаешь, дорого, недорого? Я считаю это довольно дешево. Ну, как бы, потому что, судя по отзывам, кто живет вот в Серпухове, там, мои друзья, они платят так же или даже больше, там, как бы. А здесь ты, как бы, чуть-чуть так платишь немного, не напряжно. То есть, ты в любой, ну, всегда можешь это заработать. Даже если что-то, ты там, кстати, что-то пойдет не так, и ты устроился, там, на самую обычную простую профессию, ты всегда можешь эти 10 тысяч, там, найти и заплатить. Вот она живая картина. Обжитой спальный райончик Москвы. Как в целом? Что скажешь? Мне очень нравится. То есть, это, в принципе, примерно, что я хотел. То есть, количество плюсов перекрывает в разы количество минусов. Мне этого сейчас, на ближайшие 5-7 лет, этого хватит. Серег, ну, часто, знаешь, говорят, типа, нахера вам это вообще Москва нужна? Вот эти машины, движухи, вот ты живешь, у тебя под окнами постоянно тачки ездят. А у тебя рабочее место в комнате. Соответственно, ты можешь продать свою квартиру, уехать обратно в Серпухов, так скажем, в родные края, купить себе хороший дом на природе, жить в частном доме. Почему ты не хочешь себе дом? Я городской житель, мне нравится жить в городе, и мне нравится пользоваться всеми услугами Москвы. То есть, в Москве очень развита сфера услуг, и, соответственно, всеми этими благами я хочу пользоваться, как бы, здесь и сейчас. Ну, а расскажи нам, что это за блага? Вот просто частенько люди говорят, я хочу пользоваться благами, кому-то важна, сейчас, секунду, близость к центру. Ну, как не спросишь, в центре последний раз был месяц назад, у тебя и вовсе дома домашний кинотеатр, ты отработал, завалился, поиграл, посмотрел что-то, все. Чем ты пользуешься, расскажи нам? Я пользуюсь службами доставки, это прям, причем она здесь очень быстрая, то есть буквально 20-30 минут все, что угодно тебе привозят. Вот, и также я пользуюсь тем, что у меня близость к центру, и вообще, в принципе, я очень люблю ходить, гулять, соответственно, я очень часто езжу в парке, и, в принципе, по Москве, и в центре бываю, то есть как раз-таки этим всем я пользуюсь. Сегодня среда, когда последний раз был в парке, вот вспоминай. Ну, на выходных мы гуляли, мы, соответственно, один из выходных приезжала мама, мы ездили в центр, гуляли в заряде, но в другом выходном мы ездили в район Зил, гуляли на Зиле, там, в парке Тюфель в роще, вот это вот, соответственно, гуляли с женой. В будни вот я выхожу, либо здесь в Люблино, то есть поближе где-то здесь. Короче, вся инфраструктура, это доставка на дом и погулять по центру, ну, по парку. Ну, рестораны, соответственно, мы ходим в заведение общепита, вот, то есть это вот прям нравится, то есть обычно в регионах этого все равно нет. А так, в принципе, Москву можно еще легко использовать как базу, потому что здесь аэропорты, можно улететь, как бы, путешествовать, тоже периодически путешествуем, поэтому очень удобно. И здесь еще хотел добавить, что здесь много возможностей, даже если там, понятно, можно работать удаленно, но можно и в офисе. Некоторые компании там гибридный формат предлагают работы, и, соответственно, тоже иногда нужно появляться там в офисе. Мне иногда даже нравится, то есть, в принципе, в офис съездить не для того, чтобы работать, работать, я люблю как раз-таки уединенно. А офис именно пообщаться с людьми, то есть, вот эту вот всю офисную атмосферу прочувствовать. За моей спиной мы сейчас находимся в поле зрения агентов КГБ. О чем я? Это уважаемые наши пенсионеры, раз, два, три, четыре, пять, сидят и уже посмотрят вот так вот, что, кто такое, что делать, телевидение приехало. Вот, да, вот от чего люди бегут. Покажи, пожалуйста, от стороны советский старый гараж, что-то ракушка какая-то непонятная, которая здесь стоит, в ней лежит. Вот, подходи ближе. Каким-то непонятным образом туда залез мертвый голубь, то есть, он туда залез и помер там, ну, в данность. Здесь, на тебе, сбор мусора. Вот здесь можно насрать, накидать, нашвырять. Ну, пожалуйста. Вот так вот люди и живут. Вот такая атмосфера нас в целом окружает, да, старые советские площадки детские. Вот эта вся вот эта схмурость, серость. Но постепенно, постепенно ключевой райончик тоже переделывается. Дома облагораживают, парки усовершенствуют. Детские площадки точно так же делают более современными, различными для того, чтобы вы могли пользоваться. Парковочные зоны, тротуарчики. То есть, ну, давайте будем честными. Развитие идет. С ним не каждый согласен. Не каждый. Отмечают люди даже, что вот эти прорезиненные покрытия, это плохо. Это химия. Это не нужно для детей. С другой стороны, упасть на него, ну, меньше можно повредить ноги, руки. Тут уже пишите ваше мнение в комментариях. Поэтому подчеркну, что ключевая задача всех этих сюжетов, вот показ различные райончики, показывать различные истории людей, послушать, кто как заработал. Он сказал, Серега, простой парень, интересный, начитанный, умный. Я принял решение, что кредиты я брать не хочу. Окей, не бери. Он копил. Он смирился и понял с тем, что как бы цены растут. Ну, вот это позиция человека. Я уверен, что вы многие эту позицию разделите. Ведь частенько пишут, что не заработал, не покупай. Вот когда деньги есть, иди покупай. Ну, вот, пожалуйста. Добавлю немножко деталей, что скопили они 15 миллионов рублей, из которых 11,5 миллионов заработал Сергей, а 3,5 миллиона рублей Сергей делает акцент. Это дала жена, заработала, и теща, мама жены. То есть они не стали делать так, Серега, ты у нас такой молодец, умный, вот давай ты все и покупай. Нет, они тоже сделали свой вклад в эту квартиру. Жена у Сергея работает инженером-микробиологом. Поделись своими планами на будущее. Вот что для тебя на сегодня идеальное жилье? Вот что это за квартира, в каком районе? Наверняка же рассуждаешь, посмотришь. Я понимаю, что ты недавно заехал, условно, да, там год прошел. Но тем не менее, к чему стремишься? Если с точки зрения жилья. С точки зрения жилья, меня бы устроила квартира просто примерно такой же планировки, но больше. То есть, возможно, это еще плюс комната. И больше сами комнаты. То есть формата распашонки. То есть примерно метров 100, то есть чтобы это была какая-нибудь там евро-трешка. Но при этом, чтобы она была не в новостройке, которая только сдана, а которая может сдана там лет 5 назад, но уже все сделали ремонты, все там, так сказать, прекрасно уже и хорошо, отзывы уже все понятно. Соответственно, вот в такое понятное жилье, которое желательно было бы там, ну, этаж где-то 8 и выше, может где-то 8-12 вот так вот я бы рассмотрел, с видом на воду. То есть в каком районе, ну, не могу, трудно пока сказать. То есть может Борисовские пруды где-то там, может еще где-то, то есть, но вот как бы хотелось так. Но это вопрос уже там следующих 10 лет, наверное, потому что там 5-7 лет я не планирую отсюда пока уезжать, потому что здесь пока меня все устраивает. Так как я уже давно в IT, так сказать, со школы, я посмотрел со всех сторон уже на это IT, и, ну, уже подвыгораешь. То есть ты уже как бы все знаешь, все знакомо. Конечно, там новые технологии постоянно появляются, они причем там стремительно все обновляются, и нужно это постоянно, свою базу знаний обновлять. Я уже устал обновлять как бы эту базу знаний все дальше и дальше. Как бы уже я не особо вижу смысла. И, соответственно, постепенно мне хотелось бы уйти, может быть, сначала промежуточный этап, отойти именно от кодинга в управление, то есть управление проектами, там, что-то подобное. А потом, может быть, и вовсе уйти. То есть и заниматься уже инвестициями, как я там, так сказать, в формате хобби и накоплений тоже занимаюсь. Сегодняшний выпуск у нас получился на 1 час 15 минут плюс-минус, и именно поэтому я прошу вас написать в комментарии, что вы думаете по этому поводу, что понравилось, что не понравилось, какие вопросы стоило бы еще освещать. Чтобы в дальнейшем я сделал еще лучше, ведь ваши комментарии я всегда читаю, все прекрасно вижу. А еще хочу напомнить специально для всех тех, кто хочет купить или продать квартиру на вторичке или в новостройке в Москве и Московской области, если вам нужен человек, который со знанием дела, грамотный специалист, проведет всю сделку от и до на оценку 5 баллов, у меня такой есть. Пишите, номер вы видите на экране, либо звоните, выделю вам этого человека, и он вам, собственно, всю сделку организует от и до на высшем уровне согласно договору. Ну что, друзья, я уверен, выпуск зашел, но действительно было интересно посмотреть на другую сторону жизни. Вот он вам райончик Москвы, Печатники. Как здесь люди живут, что говорят, я думаю, общая атмосфера вам ясна. Всегда и везде будут те, кто хвалят, те, кто ругают. Тут остается сделать выводы лишь вам. Я лишь хочу напомнить, что в описании вас ждут ссылки. Мак-эксперт был спонсором этого выпуска. Оставляйте заявки. Точно так же вся озвученная выше информация ждет вас в описании. У меня, как говорится, не добавить, не убавить, поэтому пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видеоролику, репост дальше будет интересней. До новых встреч, пока, пока.